Стоп-стоп-стоп. А мы вот так сделаем. Сейчас. Аминь. 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 Сористи. Аминь. Свою доповідь я запропонував, я запропонував такому нашому. Група і світ, що не висвітли порядок «Український вейн». Почему была такая такая тема? Потому что, в принципе, Украина не хутором, и она активно залучена до всех глобальных процессов. Есть другие вопросы, если она залучена как субъект или как объект, это уже другая вещь, но она все равно включена в этот процесс. З глядя на определенный момент, я не буду аргументовать какие-то свои тезы. В разе, когда будет нужна революция, я отвечу на следующие вопросы. Когда мы говорим о том, что сегодня Украина стоит перед целым куплением, то в первую очередь мы можем понять, что не только одна Украина стоит перед такими выплаками. И сегодня мы видели, что эти выплаки ширятся по всему миру. Они набирают различную форму, они набирают различного и различного уровня интенсивности. И, очевидно, проблема стоит далеко больше далеко за тим, чем просто формирование лучшего законодательства, лучшего экономической системы или политической системы, лучшего закону про выборы или что-то другое. Проблема десь глубже. В общем, я попробую, принаймні, означити такую проблему и показать шлях, как можно было решить это, что касается Украины. Когда мы говорим о том, что в нашем понимании такое, что новый святой порядок. Ну, я могу сказать, что подобную доповедь, но это в грудь минулого года, я читал этот цикл наших семинаров, которые так называются «Украинский цивилизационный проект». В общем, они открытые семинары, мы запрошиваем широко людей. И мне пришли такие интересные росты, один был, в частности, из Харкова, это не образно, но они были из разных регионов. И мне сказали, что «Дови же масоны, они же как огнеметом, как криз, а публично, а открыто говорят о новом мире порядке». Ну, и так, как масоны, значит, мы решили все-таки обговорить это дело. От, власне, понимая, что та криз, которая есть, она имеет лишь, скажем так, одно яскравое выражение, это экономическое, она никуда не поделится и все равно после ее завершения наставит новый святой порядок, который, если мы хотим этого, или не хотим, он настанет. В нас зависит, как он будет и какое место Украины будет в этом новом мире. Так, как очень часто объясняют нашими президентами, что мы двигаемся в Европу, я для себя своего часу поставил такое вопрос, что такое Европа. Очевидно, понимаете, что есть, скажем, географично мы понимаем, что здесь находится Урал, и это Европа, как такая часть евразийского континента, значит, и там вот это. Ну, мы имеемо такое Европа-географическое понятие. Когда мы говорим про политическое понятие, очевидно, это есть кукла там разных стран, разных стран, разных стран, обеспечения и так далее. Как такого цілісного политического утворения, как Европа не существует. Далее, когда мы говорим про то, что есть экономический аспект, то на территории этого европейского континента, значит, и на территории Европы, принаймні, существует несколько экономических утворений, которые имеют каждый свой метод, там, скажем, лидеров и так далее. Ну, например, два основных, это то, что Россия, нашу околуру Россию в Венеции и Европейский Союз. Далее мы можем говорить про культурные и цивилизационные вимиры, скажем так, понятия Европа. В культурном вимире, очевидно, есть такое самое размаїтие, как и в политическом, это больше, даже больше, чем в политическом. Потому что есть страны, в которых присутствует несколько культур, и, соответственно, есть культуры, которые объединяют несколько стран. И, соответственно, также в цивилизационном аспекте, мы ставили на них вопрос, что мы говорим, что Украина стоит перед цивилизационным выбором, Россия или Европа. И ставлячи таке вопрос, мы провели снова такой семинар, на котором мы пробовали дать ответ. Он назывался так. Европейский цивилизационный проект. Проблемы и перспективы. Очевидно, для нас было важно понимать, что вообще существует Европейский цивилизационный проект. В ходе этого семинара и подавших исследований до разных дискуссий мы пришли до выяснения, что Европейского цивилизационного проекта не существует. И что есть только спроби его создать на уровне, мы должны, принаймні, от экономического перейти до политического, до таких, скажем, США, Европы. Это как политический проект, с тем, что культурную складовую, духовную складовую, и другие. Это, возможно, потом будет как наступный крок десь подтягиваться. Это основные наши тезы, которые мы видим в этом понятии. Значит, когда мы говорим про европейские проблемы и перспективы Европейского цивилизационного проекта, они не уникальны для Европы. Вот там какие-то, кто скажет, Захидные Европы, или Европейского союза, или другая часть, которая не входит в Европейский союз. Сегодня мы видим кризу практически всех международных институций, или наддержавных, или международных. Начинается от организации объединенных наций, Европейского союза, НАТО, Митного союза. Потом также есть проблема, скажем, есть такое объединение «Россия-Белоруссия». Ну, это тоже, начебто, какое-то создание. Есть люди, которые получают зарплату, посадки и так далее. Все эти объединения, США, которые поддерживают реформе аппарата ООН тем, что не вносят свой внесок и говорят, что давно уже пойдет приступить к реформе бюрократического аппарата. Ну, есть какие-то другие, скажем так, утверждения, о которых я не буду говорить. Я хотел бы перейти к чему. Свое время мы подумали над тем, чтобы подумать про свет, который должен быть, мы должны определиться с тем, что такое наши интересы, государственные, государственные, или как бы их назвать. Ну, главное, это, скажем так, вопрос о выживании. В первую очередь, это то, чтобы выжить. Найбільшая загроза для выживания любой страны или страны, это то, что на сегодня создана небезопасная оружие. Это ядерная оружие. Мы решили начать от этого. Мы не берем те, кто летает по всему миру, то есть баллистичные ракеты. Очевидно, у них захиста нет. Но взявши так среднюю радостью, 5000 км, додавши 1000 км на санитарный кордон, так как еще на зону заражения санитарный кордон, мы имеем 7000 км. Взяли собі, провели такое коло радиусом 7000 км. Мы понимали, что зоной наших життєвых интересов практически весь мир. Потому что за этим колом практически мы зачифраем интересы, кто входит в зону життєвых интересов. Даже по одному такому элементарному показнику входить весь мир. Почему? Потому что, если я сейчас наблюю тут ракетку, тут ракетку, тут, 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 Франция, Англия и Соединенные Штаты, я не знаю, я даже не знаю, что уже введено на Ядерное Американское Двое из Европы, то мы видим, что около Украины есть много ракеток, которые готовят кудись там лететь. И много, есть еще несколько стран, которые хотели бы их иметь, и, снова таки, разработают технологии для их доставки, и готовят выготавливать. И немало сумніву, что, например, в Немечине может в очень короткий термин Японии створить ядерную зброю и засоби их доставки. Поэтому это такой один аспект. Значит, когда мы говорим, сюда додамо, например, другой аспект, что, скажем, мы под влиянием зон конфликтов, которые есть вокруг Украины в этой зоне, или еще что-то. Если бы сегодня мы бы назначали, снова таки, Индия, Пакистан, Китай, Россия, Япония, Россия, которые до сих пор перерываются в последние войны, Соединенные Штаты, Китай, Туреччина, весь Кавказ со всеми основными проблемами, Балкани. Я не могу понять, каким мы можем говорить о едином европейском системе безопасности, когда есть Косово. Потому что это бомба за несправильной деятельностью. В свое время произошла конференция о вопросе европейской безопасности, и говорилось про то, что Европа, Европейский Союз уже имеет визию этой безопасности. И один американский дипломат, я не дословно, сказал так, что очень хорошо мать визию, но если за этой визией не стоят финансы, то это не визия, а галлюцинация. Чи готова сегодня Европа финансировать на таком же уровне, как Соединенные Штаты, свою безопасность? Очевидно, нет. Нет. Они уже привыкли жить под парасолькой американской и таким образом, скажем, они готовы финансировать. Раз они готовы, то не существует визии европейской национальной безопасности. В таком свете живучи, мы понимаем, что даже по сусидству с Украиной, Кавказ это по сусидству, Приднестровье это по сусидству, мы имеем целую купу гарячих конфликтов, которые перебывают в стадии горячей, теплой, скажем так, стреляли вчера, и, возможно, будут стрелять завтра. И есть целый ряд таких меньших, я собе задався, когда не то, и когда их хотя бы накидать, какие мы про какие так не чути. И вот что вийшло. В Европе, снова по сусидству, с нами. Словенія и Хорватия сварятся за какой-то остров. Я не знаю, больше или меньше остров, больше или меньше, но они сварятся. Значит, словаки с Угорщиной разбираются еще по ризным вопросам. Ну, греки и турки имеют химий остров и кулку ризных симпатий один до одного. Поляки и німцы ну, тоже понимаем, танцын, коридор и так далее, все это, какие-то речи. Греки с німцами тоже бы здавалось это. Когда немецкий, это кажется, что Меккель или какой-то из министров Немеччины заявил представнику Греции про то, что варто было бы их державе жить за, ну, как бы по своих тех грошах, которые они имеют, а не сколько бы хотели тратить, то греки відповели, что ту допомогу, которую они просят, каких-то 100 миллиардов, или сколько там, этих евро, то насправдя німцы в них загребли на них набагато больше, и хай они никакого не значат, бо насправдя они им виннее, и еще очень долго было. Ну, так то, это, здавалось бы, когда была война, но греки памятают про то, что, скажем, это, немцы им винят. Ну, так то, мы говорим про то, что следы занадто, набагато сложнее, и те вопросы, которые стоят наши внутренние, очевидно, будут под впливом внешних этих впливов, и мы должны их враховывать. Нам не удастся побудовать хутер с бджолами, без бджолами, не знаю, как это, но не удастся. Украина меньше с водой, но больше с хлебом представляет интерес. И есть два момента. есть два варианта. это, опять же, мы в том числе будем врахованы, а если у нас нужно 15-20 миллионов для управления, для обработки той территории, для работы на тех заводах, которые там лишатся первинной обработки, сельскохозяйственной продукции, или других наших нас. Враховывая это, появляется вопрос «Что такое Украина?». Когда мы подумали, что такое Украина, и сегодня это первая ответ, которая пришла из этого исследования, что Украина это территория войны. Сегодня мы говорим о том, что выделили это исследование, и мы выделили 7 типов войны. Горячая война, это технологическая силовая. Это наименьш эффективная война. США ведут их потому, что, во-первых, утилизация боеприпасов, випробование новых и так далее. Геополитическая война. То есть, государство должна демонстрировать свои митности. Сколько страны могут позволить такими войнами? Учитывая, сколько силы нужно было России, чтобы обучать Грузию, то нужно понимать, что для этого были мобильные самые лучшие и большие боевые частины не только из того округа, который там есть, а из всей территории Росии. Для того, чтобы в Чечне поддерживать всякий порядок, залучались подраздели из всей территории Росии, они прогонялись, очевидно, это была боевая обкатка, но также и был другой момент. Психологически люди не поддерживали и нужно было их менять, чтобы поддерживать небольшую часть своей территории. Что готова сегодня Россия вести большие горячие войны? Ну, знаете, завоевать Украину теоретично можно, но еще на начале 90-х роков среди бандитов было такое правило. Взять банки и утримать их не одно и то же. И когда завоевать какую-то страну и утримать ее в зоне своей окупации, такими чинами, как силовыми методами, сегодня надзвучайно это очень тяжело. Афганестан, Вьетнам, Афганестан и многих стран это первое. Есть другие экономические войны. Власне, холодная война это была швидше экономичная война, когда гонка оружия была использована для того, чтобы разрушить экономику. Гуманитарные войны это как прихованный геноцид. Организационная война политичная. Сегодня организационные войны набивают различных видов. Один из этих я уже застрелил это на грудь минулого года. Поширение социальных мереж. Темно-синий это Facebook, ВКонтакте и, очевидно, там региональные мережи, которые базируются на территории певных стран. Это, очевидно, с китайским цивилизационным проектом. Это, скажем, с бразильским или латиноамериканским. Африка это понятно. И, очевидно, это сфера впливов, мы тоже понимаем, что Facebook где поширится. И там есть близкий схид. И тут сегодня динамика изменилась. Но где Google плюс и еще один виток то это есть конкурационные и также информационно-психологические войны. В частности, кибер- и семантические войны. хронологические войны. Мы можем говорить о том, сферы. и есть Сергей Игорь и он говорит, что здесь нужно медитировать. Он полностью согласился с этим. сказал, что тут неправильно намалювали. Игорь, я перепрошу, на глиночку. Цивилизация, в которой созданы лучшие условия для самореализации людей и нации. Другой момент это, что хотят люди. В нашем понимании люди в первую очередь хотят быть. хотят быть. Они хотят быть быть людьми. Они хотят быть людьми. тем, кто им 讨е на то, что они статации , они хотят быть людьми. Они хотят Не только в нас, скажем, имеют низкие зарплаты и требуют тех самых вещей, которые, скажем, в нас. То есть, мы видим, когда в экономично, значит, в обеспеченных странах, или там в спокойной Скандинавии, где находятся люди, которые стреляют, там, расстреляют целую, там, на количество людей, из-за каких-то своих меркований. То есть, значит, не только экономический достаток, но и еще что-то, это мое появиться новый сенс жизни. Мы уверены в том, что, если украинцы, точнее, когда украинцы дадут себе ответ, взяты не только право, мать право на реализацию, а еще и возьмут на себе ответственность и реализовать такой проект, то первое, что они дадут ответ на то, как нам создать такой проект, в котором мы сможем быть. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть какие-то вопросы, что не разумеется? У вас есть, так? У пани Тамары есть? У каждой страны... Игорь, у нас будет обговорение пиздеще, после выступления. У каждой страны, в принципе, мать стратегию развития. Сейчас не только президент, а и в общественном поле говорит о стратегии модернизации. Чи есть принциповая разница между этими двумя ипостасами, если есть то, в чем она полагает, и переваги, и... Принципово, в Министрии, знаете, можно модернизировать запорожки. Попробуйте поставить... У меня есть друзья, которые покупали, где-то там напившись пива, три запорожки. Слушай, горбаки. Одного он продал, где-то викинг, а другой не знает, что сделать, а третий его модернизировал. Он поставил там мотор від Renault, значит, там еще что-то, колеса, звуки, сиденья, звуки. И он сделал очень классный автомобиль, который у него там крутые крутелики, готовы купить за 10 тысяч долларов, вкладывший 2 тысячи долларов. Это теоретическая модернизация, но это оставалось в Запорожьець. Когда мы говорим о стратегии развития, мы говорим о создании новых взглядов. Чи в автомобиле, в обучении, в науке, в обучении, в обучении, в обучении, в обучении, где-то, где-то, где-то. То есть мы должны визначитаться, где мы можем создать эти взгляды. И это будет как раз то, что наш вклад, какое-то там, скажем, наше место, наше понимание. Но это разные вещи. И, в основном, есть проблема того, что все наши уряды и президенты что-то модернизируют. Вот просто, ну, это. Это лишь один пример, скажем, в этом. Один товарищ проилуструировался таким чином на прикладе объединения політичных сил опозиционных. Ну, это было трошки ранее, до 2004 года, но это не втратилось своей актуальности. Это, как иллюстрация, до этого, что вы запиталися. Он говорит, что если брать в одну комнату, значит, скажем, сколько людей, которые имеют какие-то там вады, значит, ты можешь из них сделать одну здоровую людину? Ну, в никаком разе? Ну, не вийди в одну здоровую людину, правильно? Здоровую людину лишь можно народить. Так же стратегию развития нужно народить. А модернизируют тоже еще что-то есть. А воно плохое. Воно уже отжило свое. Воно потребует уже замени. Використать что-то из этого можно. Это, знаете, как в цибулине, воно гниевая, в ней народжется что-то новое. Это уже иная цибулина. Меня спонукало что-то до этого, потому что я очень благодарен, чтобы вы было предоставлено, что дополнили про духовные и экономические аспекты. По этому вопросу я хотел бы сказать, что когда я там говорил, я упустил одну речь, что мы можем стать успешными лишь тогда, когда мы понимаем, что в бизнесе ранее витрати на учение людей – это были затрати. Вот будущая экономика, будущие проекты будут успешными тогда, когда люди будут не затратами, а инвестициями. Витрати на учение людей, на их развитие – это инвестиции. Инвестиции в будущем бизнесе, в будущем стране. Это раз. По-другому, наш шанс – это социальные технологии. В первую очередь, то, что я говорю, это наши социальные технологии и формирование, и новый социальный капитал. И это так, как... Еще один аспект, который я просто упустил, очень хотел бы сказать, почему это произошло. Кроме всех этих аспектов, это так называемый планетарный аспект. Вот как бы я сегодня намалювал вот тут все, что мы говорили, все эти ракеты, все эти зоны конфликтов. И потом, вместо политической карты, проявил тут географию, физическую карту. Мы увидели, что большинство этих зоней находится в сейсмической зоне активности, которая тут проходит. Когда мы вынесли... Чому я это... Я сам заосвитую базовую геофизик. Геофизичные методы пошуку и полезных попалок. И когда мы вынесли базы, ракетные, потом зоны конфликтов на такую карту, просто там, ну штуки, не вышло у нас так, это такое недопрацювание наше. Вот. То я здесь, разумею, что я здесь эту карту уже бачу. Вот. И потом згадал, где это как раз зона, это сейсмическая карта, карта сейсмической активности света. Вот оно все тут и находится. То есть мы, еще до всего другого, должны враховывать планетарный аспект, потому что враховывать потребы планеты. Вот. И то, что мы должны выйти в космос, это, или мы должны сделать другие прорывы, это как раз и то, что мы сегодня планету не рассматриваем как окременный субъект. А он есть. И, соответственно, або мы его снищим, и, соответственно, себя снищим, або мы врахуем его потребы, и, соответственно, тогда найдем новые формы. Действительно, это может быть в космос, или в новом мире, или еще что-то. Вот. А то, что касается того, насколько мы там в Украине, что можем сделать, и прогнозирования о будущем. Ну, у Вайзика Азимова есть такая непоганная книжка, она в разных прикладах, там в фундешне перекладали, как Академия, основания, там, или Фунд, мне больше понравился проект «Академия фунт», там ишлось про то, что психоисторики, которые были математиками, вируховали про то, что темные часы настанут. Но есть два варианта. Они будут або 15 тысяч або 1,5 тысячи лет. И, соответственно, 15 тысяч лет, ничего не делать, цивилизация там перейдет до какого-то или иного, это, оно потом отродится, но через 15 тысяч лет. Або через 1,5 тысячи лет, если будет дотриматься какой-то план, потому что у них была визия, что можно сделать, чтобы эти темные часы были 1,5 тысячи лет. В украинском варианте это у нас очень просто. Або мы рассчитываем на то, что темные часы будут 15-20 лет, або принаймні до 2015 года максимум. Это то, что я не сказал, но я хотел бы очень сказать. А как жаль, это то, что я действительно переконан, что Европа может остаться на территории Украины и, возможно, только несколько стран по одной простой причине. Когда мы проводили этот семинар «Европейский субъективный проект «Проблемы и перспективы», было два варианта, знову ж таки, кого взяти до поведения. Або еврофила, або еврофоба. Ну, другие варианты уже не цікавятся, но я цікавлю, что два таких варианта. Так вот, мы взяли еврофила, и, наконец, пока он рассказывал, 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 что это таки европейский цивилизационный проект, я спросил, он существует? Нет, это будет. Я говорю, доброе, но вы верите, шановый Остапин, это Остап Кривдик, что такой проект можно быстро сделать в Украине, чем в Европе, на территории Европейского Союза. Он подумал, подумал, и так сложно было сказать, но он все-таки сказал так, что швидше такой проект можно реализовать в Украине, чем в Европе. А то, что я сказал, как жерт, то это на Майдане, когда был в 2004 году, какой-то английский журналіст вешал все, и он написал, что украинцы очень большие расисты великие. Ну, он пришел до этого очень просто, за 2-4 дней, когда он не встретил жодного негра. Да. Хм. Субтитры сделал DimaTorzok